всем большой большой привет на связи не еда рович онлайн школа умскул и сегодня мы сделаем аля свой собственный пробник по истории поэтому порешаем сегодня и надеюсь что у вас все получится если вдруг кто меня не знает я никита рович и я попадаю в онлайн школе умску уже больше четырех лет с 2020 года сам знал в егэ по истории дважды один раз на 96 баллов другой на соточку самый пустой более 5000 учеников и у меня 300 баллика минимум и при этом я выпускник московского государственного юридического университета имени олега янча кутаффина закончил междуна правовой профиль но больше люблю конечно уголовку головку я люблю и также дважды подряд призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории а еще я очень люблю исторические мемы и считаю что это настоящая историческая база и к виду вам подписаться наши соцсети в большинстве своем конечно же на телеграмм там много всего полезного и интересного в том числе в том числе наш лучший файлик с терминами там больше 100 терминов очень много полезного больше 30 страниц просто берите скачивайте и раздавайте всем кому хотите вообще никаких вопросов здесь и нибудь поэтому скачивайте поэтому qr код по какому принципу мы будем действовать я буду открывать задание и давать вам 5 секунд поставить на паузу подумать поразмышлять и после этого буду решать самостоятельно поэтому пожалуйста вы сами включаетесь сами себе отмечайте но потом в конце давайте подведем итог сколько заданий вы конкретно сделали и потом можете перевести себя в балл начнем 4 3 2 1 0 деулинское перемирие это у нас смута ты что до 18 год окончание ее самое настоящее восточный поход святослава это у нас десятый век значит это у нас будет пятерочка идеально сюда подойдет битва на воже два года до куликовской битвы троечка создание временного комитета госдума несдолго до создания временного правительства 1917 год 41 не подойдет это скорее всего первый поход игоря на византию 1942 год тут много всего в рамках великой отечественной войны у нас и тут вообще нет 2 5 3 4 вполне себе открываем и наслажняемся следующее знание алматинские соглашения аншлюз авто и азовское сиденье через пять секунд по классике 4 3 2 1 и 0 начинаем решать азовское сиденье это будет 17 век дабы 1640 а шлюз авто и 1930 и алматинские соглашения это в дополнение к у нас уже соглашение по поводу раздела советского союза по факту поэтому 1990 годы это в том числе к созданию снг и того у нас получается 3 2 1 отлично пока все очень даже просто следующий поехали как всегда 5 секунд 4 3 2 1 0 решение рабочего вопроса кавказская война и общественное движение октябрьской революции начнем с конца мне это уж очень нравится здесь в цикх один из важнейших органов власти советской системы общественное движение тут у нас варианты скорее всего хождение в народ самый оптимальный в если больше ничего особо и не скажешь кавказская война пленение и мама шамиля и остается решение рабочего вопроса есть ограничение рабочего дня до 11 с половиной часов что было при николай втором госдума скорее будет у нас про решение куда представительного вопроса или у нас создание представительного органа власти поэтому без вариантов 1 всеобщая перепись населения особо рабочим не поможет скорее государству для сбора налогов ну и подсчета людей вообще поэтому 4612 отлично поехали дальше вот тут посложнее тут побольше целая большая таблица но все-таки 3 балла за нее мы получим если что первое задание 2 балла второе 1 3 2 и 4 3 поехали 4 3 2 1 0 поехали эстония эстония скорее всего вхождение состав ссср больше особо ничего нет и тысячу сороковые годы окей хотя чисто математически 1940 еще предыдущие десятилетия ну да ладно ну да ладно битва против французов здесь будет аустерлиц 1800 годы 1905 год если точнее шутское озеро это у нас ледовое побоище и блокада города это ленинград окей ленинград ленинград и ив не подойдет русско-турецкая война не подойдет в принципе нас здесь крыма вообще нет итого 5 8 7 3 1 4 отлично проверяем да все верно теперь идем дальше к следующему заданию как всегда 4 3 2 1 0 восстание пугачёва здесь будет у нас слова юлаев сюда швейцарский поход это будет господин у нас суворов проведение военной реформы так военной реформы это будет милютин дмитрий открытие славянно-грего латинская академия одного из первых высших учебных заведений это будет братья или худым отлично и того 2 4 1 3 все максимально легко долго рука всегда не подойдет но ушаков так тем более следующий текст даем время почитать поставить на паузу ну и сам начну анализировать 4 3 2 1 0 до следа он наслаждался полным счастьем семейственным основана на любви к супруге нежной и добродетельной а встречающего родила сына феодора и дочь евдокию цвела юности с нравием но в июле 1560 года за ним могла тяжелую болезнью умноженный испугом сухое время при сильном ветре разгорелся или арбат тучи дыма с пылающими головнями неслися кремлю кремлю что-то несет с ударениями не то не суть конечно здесь анастасия годы указаны вполне себе царица это у нас все про ивана грозного в принципе год нас уже подвел к правильному ответ поэтому здесь мы без каких-либо проблем отмечаем иван грозный окей здесь на что происходит в конце у нас один литрополит сам делался слезами пункт его отвердости христианин еще не знаю что на себе унесла с собой в могилу оки понятно и у нас текстик про ивана грозного про потери его прекрасные жены как он тяжело ее переживал поэтому здесь шестерку страна ставим в плюс сразу событие описано в тексте стал одной из причин начала реформы избранной рады нет это вообще нет совершенно избранная рада наоборот будет сворачиваться после таких вот неприятных ситуаций если что за пятое здание тоже два балла за шестое тоже 2 а все упомянутые в тексте была рода из рода захарьиных юльевых поэтому да здесь плюсик и а упомянутый в тексте был мужем анастасии ну да иван грозный пыль перед события описанного в тексте уже проводилась политика опричнины нет только с 1565 события описаны в тексте стал одной из причин свертывания реформ из модерна это правда вот 1 3 4 6 здесь правильный ответ без вопроса следующее знание как всегда ставлю вам 5 секунд а вы подумайте поразмышляйте а я все прокомментирую 4 3 2 1 0 памятник минину и пожарскому это мартас книга о скудости и богатстве это господин у нас какие у вас варианта тулические доскудости и богат только по сашков вот тут ничего такого и нет иван васич меняет профессию это конечно у нас гайдай и того 463 мы вычеркали вычеркнули и осталось нас дом культуры имени зуева тут все в принципе легко потому что автор поселения курбский выпадает 16 веке не строили дом культуры имени зуева это двадцатый век говорухин это вообще режиссер и того остается просто 5 и того у нас получается 3 продведи почему-то 4 записал 3 6 1 5 3 6 1 5 и да это правильный ответ окей рассмотрите изображение и выполните задание заполните пропуск предложений личность на марке перед обороны ленинграда возглавляла а вот здесь максимально интересно и давайте делаем небольшую паузу на него время подумать и ответим на этот вопрос ну что я надеюсь что вы ответили на этот вопрос самостоятельно но здесь есть один лица подвох мерецков сразу может броситься в глаза потому что вы его помните и снятие блокады ленинграда это один из важнейших героев именно советского союза но вот не все помнят это волховский фронт волховский поэтому с ударением тоже аккуратно волховский фронт вот только он сюда и подойдет не самое простое знание ванг раз на гораздо легче ну что ж поехали дальше укажите век когда произошли события обозначены на схеме отвечать ответ буквами без слова век окей 4 3 2 1 но в принципе все легко дошли до сан-стефана вот у нас здесь конечно плохо видно наверняка вам но есть бухарест от него двинулись дальше шипкинский перевал плевна явно константинополь это явно русско-турецкая война 1877 78-х годов и получится нас девятнадцатый век девятнадцатый скорее всего именно он окей идем дальше кредит город под цифрой 2 это у нас плевна 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 окей я что вам даже особо времени не дал но потому что сам произнес ответ уже на этот вопрос пораньше но надеюсь что вы успели так иначе расслышать мой вариант ответа прощите от текст о событиях отраженных на схеме и используя схему укажите название города в котором пропущено в этом тексте ты запишите в именительном падеже слитно без дополнительных символов окей западный отряд генерала аромейка гурко в исключительно трудных условиях перешел через балканы 23 декабря занял софии в тот же день начали наступление войска южного отряда генерала родецкого в стороне пришейного окружили взяли в плен ститы тысячную армию весель паши от софии войска направились к и 3 5 января 1878 года была разбита армия сулейман паши 8 января русские войска за ней адрианополь без всякого сопротивления окей то есть у нас от софии войска направились давайте пробуем приблизить максимально разобраться вот думаю что теперь получше значит от софии это стареться у нас в болгарии вот софия строчка показывается у нас вот сюда значит это будет пловдив или филипполь в принципе все максимально просто из особо пауза вам давать ну нет смысла здесь самое главное просто понимать что вас обычно треб от вас требуется найти конкретный географический объект вы больше ничего поэтому здесь у нас явно будет филипполь или у нас пловдив отлично окей посуждение вот тут я вам дам время подумать поразмышлять 4 3 2 1 0 цифра 3 на схеме обозначена столица государства смотрим цифра 3 здесь ну такое ну такое честно говоря ну прям такое прям такое и не очень понятно что они здесь вообще хотят от нас и чего они хотят нас домыслить поэтому пока не будем чувствовать на схеме представлена русско-турецкая война в которой принимал участие англия не понимал участие в этой войне только пригрожала и говорил что может быть что-то сделать цифра 4 на схеме обозначен город который в ходе одного из военных конфликтов был взят войсками сур цифры 4 здесь они имеют виду конечно же крепость измаил сто процентов поэтому здесь у нас сто процентов плюс цифра 1 на схеме обозначен город который на руси имел свое название это у нас константинобль или царь град поэтому да здесь будет свое собственное название после пересмотра мирного договора заключенного по итогам данной войны болгария получила полную автономию нет полной автономии не было болгарию поделили на кусочки и как раз таки часть была автономно а часть нет поэтому 5 мы здесь вычеркиваем а вот после пересмотра мирного договора заключенного по итогам данной войны англия получила территориальные приобретения это правда кипр например и поэтому здесь получится 3 4 6 окей 3 4 6 вполне себе ну что ж первую часть мы решили и довольно уверенно поэтому давайте еще раз напомню вам о нашем шикарном файлике стены забирайте его и распространяйте как абсолютно хотите идем дальше вторая часть текстик даю вам время поставить на паузу ну и потом будем решать 4 3 2 1 0 укрытие император который издал указ упомянутый ниже к жиде готовые знания укажите какой принцип пристал наследие вводился данным указом и не при переходе от рода в род котором следует тому же порядку все мужское лице женского здесь приметит надлежит и нежно всегда ждет никогда право то женское лицо его право беспосредственно перешло все не всего рода средства переходит в род старшего моего сына в женское поколение наследует нижняя родственница последний царство рода выше упомянутого сына моего а то есть парики есть явно длинное описание то как власть переходит ведь это не совсем то что петр имел в виду то есть когда власть передается по наследству по завещанию то здесь у нас происходит передача конкретно прямая и с предпочтением лиц мужского пола значит здесь первое это павел первый павел первый год издания у нас 1797 принцип у нас от отца к сыну это право вот так вот у нас и работы выпишите не менее двух положений из текста который отражает причины издания данного указа или избегайте излишнего цитирует по факту так здесь два положения хорошо ну давайте дам вам небольшую паузу найти все а потом обсудим 4 3 2 1 0 так аха-ха-ха окей вот тут смотрите дабы наследник был назначен всегда сам законом самим дабы не было ни малейшего сомнения кому наследовать так дабы сохранить право родов в наследстве не нарушая право естественно избежать затруднений при перехода из рода в род вот это явно именно здесь и будь поэтому вот такие вот положения мы и должны были выписали принципе по тексту есть их и больше но мы так иначе в них попали поэтому без шансов без вариантов мы это задание в принципе освоили и закончить окей дабы государства не было без наследника дабы наследник был назначен всегда законом самим дабы не было ни малейшего сомнения кому наследовать дабы сохранить пород сохранить право родов наследствия окей надеюсь что вы правильно все сделали какой войне посвящена монета используя изображение видите одно любое обоснование вашего ответа через секунд 4 3 2 1 0 ну конечно это будет отечественная отечественная война отечественная война почему потому что есть мало ярославец в ходе у нас битвы малый ярославец мелькал с наполеоном потому что в октябре наполеон двинулся на юг и там как раз таки у мало ярославца было сражение и город не сдался и по итогу была победа русской армии поэтому здесь у нас именно такое обоснование и должно быть что в ходе отечественной войны была у нас битва у мало ярославца окей какой из основных нижних памятников архитектуры был поставлен в честь победы в войне который посвящена монета предыдущего задать 4 3 2 1 0 сразу рабочую колхозницу вычеркиваем это все советский союз 3 в честь александра 3 убираем второе тысячелетия руси или россии поэтому здесь вообще не то и и один вот это да то есть вот именно данное прекрасное строение данный прекрасный монумент находится нас у здания главного штаба рядом с зимним дворцом рядом с эрмитажем нынешним это как раз таки и будет посвящено отечественной войне поэтому здесь мы отмечаем что это единичка вот эти запишите цифру под которой обращен памятник культуры напишите автора этого памятника монтэран агюст монтэран поэтому здесь сто процентов окей просите отрывки из этих источников напишите название конференции которые посвящены оба фрагмента пройти месяц и год ее проведения проведите одно любое суждение которым автор одно из отрывков отражает цель данной конференции марки 5 секунд вам на прочтение на паузу а потом будем обсуждать 4 3 2 1 0 державы антигитлерской коалиции заявили что их непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма этом был предусмотрен целый комплекс мер включая полное разрушение демилитаризации и расчленение германии для поддержания мира и безопасности союзники решили создать всеобщую международную организацию для подготовки устава который 25 апреля 45 года в сан-франциско созывалась конференция объединенных наций то здесь обсуждают только германию расчленить это чтобы создать оон это явно у нас ялтинская конференция ялтинская конференция и месяц нам нужно указать сгона это февраль 1945 в год и нам нужно суждение которое отражает цель данной конференции здесь у нас непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма вот здесь наверно мы это и оставим но можно еще создание гарантии в том что германия никогда больше не будет состоянии нарушить мир всего мира вот так вот такие вот суждения нам нужно указать ok переходим уже к сложным заданием тяжелой артиллерии к 18 23 августа 39 года был заключен пак молотова риббентропа укажи причины связаны с безопасностью советского союза давайте по одному пункту будем разбирать а там посмотрим что у нас получается 4 3 2 1 0 здесь у нас если причина с безопасностью то мы понимаем что на самом деле у советского союза есть некоторые проблемки во-первых вот период обостряются постепенно отношения запада обострение плюс советский союз понимает что когда-нибудь с германией воевать и все равно хоть какая-то передышка нужна для развития поэтому здесь две причины чтобы плюс минус у нас советское правительство прекрасно понимает что западом уже договариваться не получается германию саму постоянно пытаются умиротворить а может быть вообще союзники будут с ней общаться тесно и вообще будут у них взаимоотношения очень теплые вдруг они еще соединятся будет проблема ну и второе то что у нас прекрасно прекрасный советский союз понимал что война когда-нибудь произойдет вопрос там когда и поэтому нужна у нас передышка на подготовку вот так в принципе здесь тоже самое написано так или иначе поэтому нужно было как обеспечить себя безопасностью последствия связано с территориальными приобретениями советского союза давайте пять секунд на подумать а потом разберем четыре три два один есть понятное дело что у нас территориальное приобретение это сто процентов у нас прибалтика прибалтика и у нас молдавия потому что был секретный протокол по которому делили зоны влияния в европе и об этом сто процентов нужно говорить да 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 потом у нас еще и молдавия вот секретный пакт о разделе влияние да тут об этом и говорят и вот последствия относительно подготовки ссср к войне с германией тут в принципе я уже все сказал видите а лучше расписать краски с точки зрения у нас чтобы с германии союз не заключили а вот вышечку с позиции того что советского союза нужно подготовиться к войне с германией и тогда будет у нас все шикарно в принципе об этом всем мы буквально проговорили поэтому с этим заданием мы расправились очень быстро используя знания по истории россии расходите смысл понятия от теперь при один исторический факт конкретизирующий данное понятие значит давайте время вам на подумать с фактом точнее с фактом а с термином ну факт тоже можете уже обсуждать расписывать но мы паузу отдельно для него дадим 4 3 2 1 вот теперь это период в истории государства когда страной руководил хрущев и этот период характеризуется характеризуется переменами в жизни в жизни государства а также в принципе упрощение реабилитации из них ты такие вот изменения которые более приятными делают ситуацию в государстве то есть это название периода в истории советского союза когда у нас жизнь стала менее строгой когда у нас государство и руководство не так жестко себя ведет и период ассоциируется с более свободной культурной жизнью за более свободной жизни в целом и в том числе с активной массовой реабилитации поэтому вот так если что можно добавить что это неофициальное название периода в честь у нас произведение эренбурга оттепли поэтому давайте 5 секунд на подумать но не берем эренбурга 4 3 2 1 0 ну и какие варианты если я бы не расписывал у нас всю массовую реабилитацию репрессированных то конечно через это зайти лучше всего но тут давайте как раз таки пойдем от обратно мы уже написали и эренбурга я сказал вам не брать можно пойти с той точки зрения что у нас именно в период оттепели происходит 20 съезд кпсс который как раз таки и развенчал культичности сталина можно пойти с точки зрения тех произведений которые выходили наверх летят журавли например прекрасно кино колотосов то есть как-нибудь по такой точке зрения можно пройтись и вполне себе факт это будет ну хорошим фактом сети это зачтут поэтому правил у вас быть не должен ну вот как-то так окей переходим двадцатому самому сложному заданию игре сберите один любой то есть содержащие информации о различиях деятельности князей юрия долгорукого и андрей боголюкского это неприятно ведь 2 обоснования этого тезиса каждое обоснование должно содержать два источнических фактов вот тут как всегда я обычно вас кучу взять и расписать сначала аргументативную базу аргументами кино но потом уже писать тезис сначала если мы напишем тезис будут некоторые проблем очки будут некоторые трудности и по итогу будут нюансы ведь давайте попробуем все это расписать пять секунд вам до размышления это здание довольно сложно 4 3 2 1 и 0 что мы здесь можем сделать юрий долгорукий человек который очень сильно расширял территорию а вот господин боголюбский больше сидел на месте сидел на месте поэтому вот так можно написать с этой точки зрения что еще можно сказать что юрий долгорукий погиб от рук киевских бояр киевский бояр которые были ему не рады то есть можем отметить что юрий долгорукий умер у нас от лиц которые ну не сказать что были ему рады а вот адрик боголюбский умер от своих же подчиненных ведь насколько он получил поговорить умер от своих же подчиненных что еще можно сказать я бы сказал как стаке немножко вот тезис люди от людей бы отвел ножка в другом что юрий долгорукий видел смысл в том чтобы забрать киевский престол киевский престол и быть великим князем киевским андрей боголюбский смысла в киеве не видел поэтому он его разграбил и сидел все время своем же владимире который очень активно развивал то есть можно через эти вот пункты пойти а тезис будет какой тезис следующий что у нас андрей боголюбский в отличие от своего отца юрия долгорукого не пытался захватить максимальное количество территории и старался держаться в рамках своей собственной земли ну вот как то так давайте посмотрим различие деятельность стоит в том что юрий долгорукий в первую очередь старался присоединить как можно больше территории андрей боголюбский все время или все усилия направил на усиление княжеской власти видите здесь немножко по-другому но смысл плюс-минус тот же самый есть у нас прозвище долгорукий за посягласно чужие земли боголюбский занимался обустройством существующих территорий здесь про киев вполне себе можно было написать долгорукий не конфликтовал со своим окружением с чужим конфликтовал которое ему не близко и боголюбский конечно у нас был довольно жестким за что бояре кучковичу построили заговор против него ну что ж осталось последнее здание давайте его разберем она сложная на самом деле непростое поэтому с ним нужно разобраться здесь у нас россия и франция сфера экономики следствие развития международной торговли тут по демешка от обратно на самом деле поэтому подумайте хотя бы для истории россии потому что посложнее 4 3 2 1 1 россия здесь легко торговый и новоторговые уставы и по факту они довольно сильно да и на станции давали некоторые референции чуть-чуть но глобально они больше ограничивали международной торговлю повышенный таможенный пошли повышенный пошли это все было по итогу у нас ограничивается торговля и ведется она по факту только в архангельске в новгороде и пскове то есть нормально все очень много своих неприятных нюансов поэтому про повышенный таможенный тариф пишем 100 процентов это легко довольно но но еще можно вспомнить о том что иностранцам запрещено торговать друг с другом это интересный момент который тоже стоит учитывать поэтому давайте посмотрим что нам написали здесь принципе все максимально просто об этом они и говорят поэтому отмечаем себе а утро францию очень сложно поэтому я вам расскажу что тебя можно написать был у нас такой господин кольбер и кольбер стоял на позиции протекционизма поэтому про францию мы пишем что не протекционизм и вводится лицензирование товар лицензирование товаров то есть теперь только обладая определенной бумажкой ты можешь товары продавать если бумажки нет давать не может пойдешь то это больше не что выдавалось для французских торговцев пытаясь защитить собственных производителей вот как то так давайте посмотрим что нам предложили кольбер повышенный таможенный тариф видите тут еще это можно отметить но я просто решил на самом деле ну не сходится в одном и том же в россии и во франции но я написал про лицензирование и краски защиту французских производителей фух некоторые знания были крайне сложными некоторые были очень простыми но мы сами разобрались вместе есть что он такой формат понравился и можем время от времени когда-нибудь сами решает полноценный варе антики если вам такое зайдет а пока большое спасибо за просмотр и за внимание услышимся еще множество раз на просторах онлайн школы умску пока